Мы говорим сегодня о социальной справедливости. Это цикл передач, в которых мы с марксистской точки зрения этого не боюсь. Обсуждаем самые больные темы. О социальной справедливости, о свободе, о природе денег, рынка, капитала. Программа для тех, кто ненавидит капитализм и эксплуатацию человека. Сейчас в рамках нашей программы «Картина дня» мы очень горячо обсуждали ту историю, которая случилась в ночь с 16 на 17 октября, когда представитель «Золотой молодежи» на «Феррари» разогнался до скорости 200 км, устроил ДТП, ну и понес ответственность 15 тысяч рублей за то, что управлял автомобилем без прав. Тут же мы начали спрашивать нашей аудитории, вот справедливо это или несправедливо, и как вообще в данном случае поступать, наши слушатели предложили следующее. Ввести такую дифференцированную шкалу ответственности. Чем богаче человек, тем больше ответственность он должен нести. Ну так вот и переходим к нашей сегодняшней теме «Социальная справедливость». Да, Елена, спасибо за такую замечательную и красивую вводную постановку проблемы. Я, кстати, хочу специально подчеркнуть, что Елена, естественно, будет полноправным участником нашего разговора, она блестящий журналист, и поэтому нам будет очень интересно вести такой диалог. Ну и как автор программы я хотел бы сказать, что мы продолжаем целую серию передач «Маркс жив», и мы договорились, что каждый раз мы будем по средам ставить интересную, сложную, важную проблему. Сегодня это проблема социальной справедливости. Давайте начнем с того, что справедливость – это все-таки великое слово, за которым стоят большие дела. Дела, которым столетия, дела, которые вдохновляли людей на подвиги, и это то, что многие считают преступлением, когда, как известно, приписываемое многим социалистам, коммунистам и марксистам стремление все поделить, потому что, дескать, вот эти марксисты, они ужасно жадные и к тому же ленивые. Есть такая знаменитая либеральная идея – нет бедных, есть лентяи. И сегодня мы, кстати, обращаемся ко всем радиослушателям, ко всем, кто работает с нами через интернет. Дорогие коллеги, товарищи, друзья, господа, пожалуйста, пишите, отвечайте на вопрос, действительно ли бедные – это всегда бездельники и лентяи, действительно ли делиться – это значит отнимать у того, кто активен, талантлив и энергичен, и отдавать тому, кто ничего не делает и лежит на правом, левом или еще каком-нибудь боку, действительно ли это так. А я позволю себе маленькую профессорскую вводку, потому что справедливость всегда была разной. Справедливость для крепостного, справедливость для рабочего, который вкалывал 14 часов в сутки в 19 веке, а иногда и сегодня работает точно так же. Справедливость для миллионера, который завидует миллиардеру. Ведь это тоже есть. Я, кстати, хочу специально подчеркнуть на одной из встреч с богатейшими людьми областного центра, я столкнулся с интересной фразой. Мы говорили о реальном секторе, возрождении экономики в нашей стране, и в ответ на тезу о том, что каждый олигарх, долларовые, естественно, миллиарды, сделал свое состояние благодаря своему таланту и своей предприимчивости, долларовые миллионеры, занимающиеся реальным производством, им тут же сказали, нет, они все наворовали, это несправедливо. Когда я им позволил себе заметить, а вот рабочие почему-то считают, что ваши десятки, сотни миллионов долларов, это тоже несправедливо, они сказали, нет, это мы своим трудом добились. Вот такая вводная постановка проблемы. Почему же и что же считается справедливым, что нет? А сейчас, может быть, несколько слов, Олег Николаевич Смолин. Хочу подчеркнуть, что Смолин – это не просто депутат, наверное, самое главное в данном случае то, что он профессор, доктор философских наук и блестящий аналитик. Олег Николаевич, пожалуйста. Ну, говорить я буду не как профессор, поскольку два профессора для одной программы – это уже слишком. А вот на вопрос по поводу так называемой золотой молодежи, на мой взгляд, конечно, никакая не золотая, я бы другое слово употребил, но мои родители, интеллигенты, учителя меня бы не одобрили. Я думаю, мне представляется, что проблема в современной России совсем другая. Мы пока не можем даже обеспечить простое равенство перед законом. И в России, увы, действует формула, сформулированная, извиняюсь за эту автологию, когда-то Марком Твеном для Америки 19 века. Если ты украл булку хлеба в тюрьму, а если железную дорогу – сенат. Вот, поэтому прежде чем… Вы тут подчеркните, что иногда в сенат попадают не только те, кто украл железную дорогу, да? Вот я честно могу сказать, зная Смолина 20 с лишним лет, что он железных дорог не воровал. Ну, я, между прочим, был членом Совета Федерации первого созыва, когда он еще был выбранным. С тех пор, по понятным причинам, в так называемый наш сенат меня никогда не приглашали. Однако вернемся к теме. И с моей точки зрения, справедливость – это признак цивилизованности. Чем более справедливым является общество, тем оно цивилизованнее и наоборот. Правительно, недавно в Государственной Думе обсуждали очередной законопроект о налоговых льготах для тех, кто получает образование. Денег нет. Нет денег. Для того, чтобы хоть немножечко поощрить тех, кто получает образование. Образование – мой конек. Я первый зампред комитета по образованию в Государственной Думе. Я в очередной раз вынужден был напомнить моим коллегам-депутатам и даже пообещался проставиться, кто назовет мне страну большой двадцатки, которая еще имеет такую налоговую систему, как наша с вами любимая страна. Никто под любое обещание назвать не смог. Потому что действительно в России осталась система первоначального капитализма, когда бедные делятся с богатыми. Тогда как в цивилизованных так называемых странах там своих масса проблем, я далек от их идеализации, но там существует система все-таки, когда богатые делятся с бедными. Я приводил пример Уоррена Баффета, известного финансового гуру, который посчитал, что он платит налогов в процентном отношении меньше, чем сотрудники его компаний. Сам предложил повысить налоги на американских миллиардеров, и это называется правило Баффета, и было проведено в Соединенных Штатах, а штаты самая капиталистическая из всех капиталистических стран, пожалуй. То есть чем цивилизованнее является общество, тем относительно меньше там уровень социального неравенства. И наоборот. Поэтому, когда я считаю, что в нашей любимой стране 110 долларовых миллиардеров владеют 37 процентами национального богатства, важная мысль заключается в том, что чем более цивилизованным является общество, тем относительно меньше там уровень социальной несправедливости. Повторю еще раз. Среди стран большой двадцатки вы не найдете больше страны, в которой 110 долларовых миллиардеров владели бы 37, то есть более чем третью национального богатства. Вы не найдете страны, где 1% населения владел бы более чем 70 процентами национального богатства. И когда наши либералы системные и несистемные говорят, что то, что у нас плоская налоговая шкала 13% от начинающего учителя или медсестры до олигарха, и это очень здорово, это наш прогресс, я говорю, нет, это наш регресс, это признак отсталости нашего капитализма. У нас есть СМС-сообщение, давайте я их зачитаю. Вячеслав из Тюмени пишет, есть русская пословица, от трудов праведных не наживешь палат каменных. И еще одно СМС-сообщение от другого Вячеслава. Если человек физически и интеллектуально не ущербен, он просто не может быть бедным, тем более в нашей стране. Лентяй будет проклинать свое государство, в какой бы стране он нежил. И мы, напомню, не только призываем вас писать СМС-сообщения, отправлять их на короткий номер 2420, не забыв вначале написать РКП, но и звонить по телефону прямого эфира. У нас сразу несколько вопросов. Вопрос первый. Согласны ли вы, что бедных нет, есть ленивые? Ну и второй вопрос. Должны ли долларовые миллионеры делиться? Пожалуйста, 8800 200 ровно 9702. Ну делиться с остальным народом, а не по чекованию. Это понятно, о чем идет собственно речь. Я думаю, что да. Хотя делиться почкованием для миллионеров, особенно долларовых, это интересная идея, я никогда об этом не задумывался. Если говорить серьезно, я все-таки позволю себе несколько минут побыть профессором и сказать, что есть те критерии несправедливости, о которых только что говорил Олег Смолин. Это доля богатства, сосредоточенная в руках небольшого круга людей, либо долларовых миллиардеров, либо одного процента населения. Это уже люди, которые владеют десятками и сотнями миллионов долларов. И есть еще один критерий, кроме чисто научного коэффициента Джинни, где единица – это полное неравенство, ноль – это полное равенство, да, вот считают этот коэффициент. И очень понятный для всех разрыв между 10% богатых и 10% бедных. Так называемый детсельный коэффициент. Да, совершенно верно, Олег Николаевич. Так вот, официально в России он сегодня составляет 16 раз. Неофициально эксперты Академии наук говорят о 30, поскольку огромное количество доходов вот эти самые долларовые миллионеры и миллиардеры получают так, что они забывают не только поделиться, но и налоги уплатить, и официально их зарегистрировать. А в то же время есть огромное количество людей, которые живут за чертой бедности, но которых как бы нет, начиная от нелегальных эмигрантов, включая бомжей, бездомных детей и огромное количество других людей. Еще есть такой феномен, как работа на полставки, на четверть ставки, даже на одну десятую ставки. Причем иногда это бывает трагедией, когда люди работают в регионах, ну, в том же Крыме, кстати, который недавно стал Россией, вне сезона. Врачи, учителя иногда, летом наоборот, работники медицинских учреждений, и в санаториях работают на одну десятую ставки, и это трагедия. А теперь все-таки о причинах несправедливости. Есть два варианта решения этой проблемы. Первый только что прозвучал в СМСке. Только лентяй не получают больших денег, тем более в России. И второе решение. Каждый, кто работает, он создает огромный прибавочный продукт, кроме необходимого, того, что необходимо для воспроизводства самого себя. Этот прибавочный продукт, или строже прибавочная стоимость, создаваемая работником, любым, рабочим на заводе, работником, который создает блага в сфере образования, вот Олегу Николаевичу, это близкая тема, медицинским работникам, крестьянином, этот человек создает прибавочную стоимость, которую присваивает хозяин. Очень часто говорят, хозяин, он же управляет, он тоже трудится. Но, друзья, давайте вспоминать Маркса так уж по-настоящему. В классической марксистской теории приятно и правильно, и точно сказано, приятно, потому что это очень такой приятный момент, важный, что совокупный работник включает в себя управляющего. И тот, кто управляет, это часть рабочего класса, в широком смысле слова, класса наемных работников. Другое дело, что сегодня наемными работниками, как бы наемными работниками, я вот, наверное, показал кавычки, но радио этого не позволяет показывать. Так вот, как бы наемными работниками являются и топ-менеджеры, которые получают в Россию в тысячи, иногда в 10 тысяч раз больше, чем средний работник этой фирмы. И в этих условиях оказывается, что это не заработная плата, а та самая часть прибавочной стоимости или прибыли, которую присваивает вроде бы и не собственник, как бы всего лишь менеджер. А вот что касается менеджеров, давайте посмотрим действительно на страны, где хоть немного есть внутри капитализма, немного социальной справедливости. В той же Финляндии та же Нокия. Топ-менеджер, не самый плохой транснациональной корпорации, получает всего в 10 раз больше, чем получает средний работник Финляндии в этой корпорации. Вот, по-моему, это нормальный разрыв, когда топ-менеджер получает в 10 раз больше, вот профессор получает в 10 раз больше, чем ассистент. Ну, в России сейчас это даже не так, наверное, но вот я понял бы, если бы преподаватель высшей квалификации получал в 10 раз больше, чем преподаватель самый низший. То же самое может касаться любой другой сферы. Но когда он получает в 10 тысяч раз, это явно уже присвоение прибавочного продукта. Еще одна параллель. Вы знаете, говорят, что талантливый человек, поэтому он миллионер. Это неправда или миллиардер. Давайте посмотрим на того же Нобелевского лауреата. Он получает, может быть, один раз в жизни миллион или несколько миллионов долларов, и большую часть из них тратит на общественные нужды. Поэтому, я думаю, все-таки, и это не просто мысль профессора Бузгалина, это теоретически доказанное положение, что миллиардеры и миллионеры – это люди, которые присвоят огромную часть создаваемого нами общественного богатства. А что до бездельников, то последний, наверное, тезис, и потом какие-то, может быть, звонки или смски. Да, и я бы не проще тоже что-нибудь сказать. Да, Олег Николаевич, ну, я обещал несколько минут профессорского монолога в ответ на ваш депутатский монолог. Потом вы. Итак, значит, очень важная и, на мой взгляд, очень серьезная тема – это когда мы понимаем, что сельский учитель, получающий 10-15 тысяч рублей в месяц в лучшем случае, это отнюдь не бездельник. Это человек, который работает талантливо, серьезно, и даже если он устал и работает не всегда так, как ему хотелось бы, то это вина те, кто заставляет его еще и огород пахать для того, чтобы хоть немножко себя прокормить. Вот я кидаю шарик Олегу Николаевичу. Ну, я прошу прощения, я прошу прощения, у нас телефонные звонки. Давайте, мы все-таки аудитория ждет, уже ждет достаточно давно. Ольга Павловна, здравствуйте. Добрый вечер. Ну, и еще какое-нибудь одно лицо. Таким образом, все это тенение вышла, ну, как сказать, система надувательства. Понятно. Спасибо огромное, Ольга Павловна. И сразу еще один звонок. Александр, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Да, да, здравствуйте. Вы знаете, парадокс нашей вообще ситуации, которую вот обсуждают уважаемые, многие, которых всегда слушают, вот Александра Бузгалина и Смолина, в том, что наш правящий класс весь вышел из, как бы, ну, из строительства развитого социализма, да. Ведь все эти люди, которые стали миллиардерами и мультимиллионерами, они воспитывались, проходили все стадии, в общем-то, марксистской идеологии. Ну, как бы ее подавали. Вот. А вопрос у меня такой к вам. Может быть, беды наши от того, что в нашем народе, вот посмотрите, нет никакой совершенно солидарности между собой по сравнению с европейской, ну, с европейцами. Понятно. Александр, спасибо огромное. Но я сразу хочу внести свою лепту. Не все миллиардеры и миллионеры, выходцы из Советского Союза отнюдь. Есть целый класс сейчас молодых миллионеров, которые сделали свое состояние, например, на интернет-продажах. Их никак нельзя назвать выходцами из Советского Союза. Они просто по возрасту не могли там жить. У нас минута остается. Да, пожалуйста, Олег Николаевич, вот коротко, если можно, и мы продолжим. Я думаю, с какой позиции начать? Наверное, с самой первой. Когда говорят, что бедные – это ленивые, видимо, плохо понимают статистику. У нас самые бедные семьи – это даже не пенсионеры, которые, впрочем, всю жизнь работали. Самые бедные семьи – это у нас семьи с детьми. Семьи с четырьмя детьми – почти все бедные. С тремя – большая часть. С двумя – значительная. Как только у вас появляется новый ребенок, вы имеете шанс стать беднее. Разве это справедливость? Почему справедливость – это необходимость? Это просто моральный какой-то такой долг? Это просто некое благопожелание? Или в этом есть другие, более глубокие резоны? Я начну с неожиданной истории. Лет 15 назад американский президент решил снизить налоги на наследство. Кто, думаете, восстал против? Билл Гейтс, собравший подписи десятка американских олигархов, и логика его была чисто капиталистическая. Не развращайте наших детей. Им и так много достанется. Если им достанется все, что мы заработали, они перестанут работать сами. Вот вам чисто капиталистическая логика абсолютно в духе Макса Вебера. А если в духе Маркса, а не Макса Вебера? А если в духе Маркса, Александр Иванович, то мы с вами прекрасно понимаем, что дешевая рабочая сила – это неэффективная рабочая сила. И когда в России работнику достается, если верить статистике, только где-то 25-30% от созданного им продукта, в Европе 50-60%, то нечего удивляться, что и производительность труда в той же Европе оказывается значительно выше, чем в нашей любимой стране. А есть еще социальное соображение. Социальное соображение заключается в том, что общество с большим уровнем социального равенства – это более стабильное общество. В обществе с более высоким уровнем социального неравенства меньше преступлений, особенно преступлений, направленных против личности. Это широкий, большой, так называемый средний класс, средние слои, если быть более, наверное, четким. Это одна из основ политической стабильности в обществе. И так далее, и так далее. А может быть, самое главное заключается в том, что со времен Маркса, хотя и Маркс об этом говорил, помните его любимая тема о том, что производство мертвого продукта заменяется производством основного капитала, причем этим основным капиталом является сам человек. Так вот сейчас все больше и больше экономистов приходит к выводу, что ключом к развитию общества в 21 веке, и к его модернизации становится человеческий потенциал. Кстати, это официальный термин, официальные доклады Организации Объединенных Наций по этому поводу существуют. А когда мы обеспечиваем высокий уровень бедности в обществе, о человеческом потенциале говорить трудно. Обеспечиваем, естественно, в кавычках. И как человек более радикальный, чем Олег Смолин, я скажу, на мой взгляд, система, при которой работник, любой работник, инженер и рабочий, которых сегодня, кстати, очень много на промышленных предприятиях, которые нужны всем и Соединенным Штатам, и России, а не только Китаю. Когда талантливый педагог и врач, когда писатель и художник получают достойные деньги, но не считают их главным, и когда нет над ними того хозяина, который получает огромные миллионы, тратящиеся на самую длинную на свете яхту, вот в этом мире, в мире, где нет эксплуатации, я позволю себе это жесткое слово, вот в этом мире действительно есть социальная справедливость и есть стимулирование, в том числе стимулирование за хороший, талантливый, красивый, умный труд, а не за то, что ты сумел захапать большие миллионы тем или другим путем. О том, каким путем, мы еще немного поговорим. У нас, во-первых, есть звонки, во-вторых, есть, ну, СМС-ка, которую я не могу не прочитать, немножко похвастаюсь. Спасибо Бузгалину, подумаю об изменении своей точки зрения, Вячеслав. А напомню, Вячеслав нам писал о том, что только лентяи бывают бедными в нашей стране. Во всяком случае, у нас было две СМС-ки от Вячеслава, думаю, что это вот тот самый Вячеслав. Есть немало других интересных сообщений. Вот такая красивая фраза. «Многие живут так, будто никогда не умрут, а умирают так, будто никогда не жили». Это, наверное, о тех, кто, как вот этот вьюнош на Феррари, о котором мы говорили в самом начале, могут убить других, даже не понимая, что они делают. Мы еще, наверное, вернемся в заключительной части к теме о том, что, по-моему, просто стыдно тратить деньги на такие вещи, и нравственный аспект здесь тоже немаловажен. Присутствует, конечно. А сейчас, подчеркнув, все-таки три ключевых тезиса Олега Смолина, чтобы они прозвучали жестко. Первое. Даже если мы остаемся в рамках капитализма, ситуация, когда идут большие деньги на то, чтобы каждый мог получить серьезное образование и реализовать свой творческий потенциал, получить серьезную возможность быть здоровым, полноценным гражданином, включенным в культуру, в своем обществе, это тоже абсолютная необходимость для социальной стабильности. Ситуация, когда человек чувствует себя защищенным и работает поэтому спокойно, это необходимо для экономического роста. То есть даже в рамках капитализма, тогда, когда заставляют получающих миллионы и миллиарды делиться, она выгодна и прогрессивна, а не только нравственно красиво, правильно. Как вы скажете, Олег Николаевич? Да, по большому счету, между прочим, умные капиталисты готовы делиться. Я не случайно проводил Билла Гейтса и Уорона Баффета. Они понимают, что лучше чем-нибудь поделиться, чем взлететь на воздух. Да, это правильно. А, кстати, насчет взлетания на воздух. Одну из программ «Маркс жив» мы обязательно посвятим теме революции, поскольку здесь огромное количество мифов, которые надо рассмотреть. И последнее. Звонок у нас висел, по-моему, звонок, если я не ошибаюсь. Да, Валерий нам-то звонился? Да, Валерий звонился, да. Валерий, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я хочу ответить вот на эти два вопроса. Ну, в нашей стране как раз трудолюбивый человек может быть бедным. И это зачастую происходит всюду и везде. А на второй вопрос, чтобы ответить, должны ли делиться с нами богатые люди, нужно сначала определиться с лозунгом, который приписывает большевикам. отнять и поделить. Да, большевики отняли в 17-м году, но не поделили, а сделали общественными средства производства. А вот в 90-х вот эта группа лиц отняла у народа все и поделила между собой. И вот отсюда возникает вопрос, даже не возникает, вернее, вопрос, а должны ли они делиться или нет. Конечно, должны. Я прошу прощения, у меня, да, спасибо огромное. У меня тоже вопрос. А можно реплику короткую? Сейчас, Олег Николаевич, сначала Елена. Олег Николаевич, вопрос следующий. Вот вы говорите, надо делиться. Скажите, пожалуйста, то, что многие проекты государственного масштаба осуществляются в том числе на деньги миллиардеров, это их помощь государству, то, что многие из них являются меценатами, это значит делиться или это другая статья? Пожалуйста. Олег Николаевич, у вас две минуты. Я сначала по поводу большевиков и 90-х. В 93-м году мне машина дала слово под номером 13. Сидели там Борис Николаевич, Ельц Анатольевич, Борис Чубайс, Егор Тимурзи Гайдар, и я им всем сказал, коллеги, ваша программа ваучерной приватизации отличается от известного героя Булгакова-полиграфа Шарикова только одним. Он предлагал все отнять, потом поделить, а вы предлагаете все поделить, чтобы потом отнять. Увы, так оно и получилось. Теперь, ну, конечно, мы приветствуем меценатство и все прочие дела, но я хотел бы заметить, что на Западе не потому больше меценатов и людей, которые жертвуют на госпитали, на университеты и так далее, что они там заведомо лучше нас, их богатые. Там другая налоговая система. Не отдашь добром, отнимут при наследовании или в какой-то другой форме. Поэтому нам нужна, естественно, прогрессивная налоговая шкала, нормальные налоги на наследство. Как это имеет место в социальных государствах? Мы пока говорим только про рамки капитализма. Да, мы пока говорим именно про рамки капитализма. И здесь, уходя на перерыв, я хочу напомнить. Мы считаем с Олегом Николаевичем, это не только наше мнение, что без прогрессивного подоходного налога, без системы, если хотите, прогрессивных штрафов, когда владелец Феррари будет платить миллион, а владелец Жигулей за нарушение правил дорожного движения и неправильную парковку, может быть, будет платить всего лишь тысячу рублей. Без того, чтобы ездить на Феррари, было стыдно, потому что ты дурак, если не знаешь, куда потратить свои деньги. Ты неуважаемый человек, потому что не поддерживаешь образование, здравоохранение, экологические проблемы и так далее. На тебя будут смотреть с призывением люди, которые ездят на велосипедах или электромопедах, как Китай, и когда перед парламентом в Скандинавии стоянка забита велосипедами, а черный драндулет означает, что приехал русский мафиози, вот тогда, я думаю, ситуация немножко изменится. Позволю себе четыре коротких тезиса и потом ваши споры. Первый. Я думаю, что прежде всего для того, чтобы у нас была социальная справедливость, необходима солидарность тех, кто по-настоящему работает и кто может заставить делиться тех, кто на нас паразитирует. Вот такой жесткий тезис, он звучал и в звонках, и в СМСках. Второй, который мне кажется очень важным. Социальная справедливость, в том числе обеспечение действительно равных стартовых возможностей, бесплатного образования, здравоохранения, социальной защиты тех, кто уже и еще нетрудоспособен, это экономически эффективно. Это делает работника дорогим, талантливым, создающим инновации, делает экономику другой, не паразитической, как сегодня. Ну и, наконец, тема России, которая принципиально важна, и о которой в самом конце. А сейчас, Олег Николаевич, может быть, несколько слов о тех, кого считают якобы бездельниками, потому что они бедны. О рядовой, в кавычках, естественной интеллигенции, как в советские времена говорили, сторублевой интеллигенции. Они бездельники. Мы с вами бездельники. Я начну чуть сбоку. Знаете, на рубеже 80-х, 90-х годов я выпустил первую книжку, которая называлась «Строкой из Сергея Есенина», куда несет на срок событий, завершалась строками лорда Байрона, которого, кстати, очень ценил Карл Маркс. А строки были такие. «Довольно демагогов без меня. Я никогда не потакал народу, когда вчерашних идонов кленя, на новых он выдумывает моду. Я варварство сегодняшнего дня не воспою временщику в угоду. Мне хочется увидеть поскорей свободный мир без черни и царей». Вот так лорд. А теперь по нашей теме. Увы, система, которую мы получили, сейчас оказалась крайне несправедливой, в том числе для тех, кто во многом хотел большей справедливости на рубеже 80-х, 90-х годов. Я имею в виду так называемую рядовую российскую интеллигенцию. Не далее, как неделю назад я выступал в Государственной Думе после Дня Учителя и пытался рассказывать моим коллегам-депутатам о реальном положении российского учителя. То же самое относится к российскому врачу. Ну, депутаты исправящей партии очень сильно шумели, не хотели, видимо, слушать, а я им напомнил, коллеги, вы только что клялись в ВИК российскому учительству. И учителя 5 октября вы наверняка дарили цветы и рассказывали, как вы их любите. Послушайте, как они реально живут, а не в ваших формальных отчетах. Цитировал письма профсоюзов из села, из города. А там вообще ведь ситуация какая. В последнее время все говорят, здорово подняли зарплату учителям и врачам. Так сказать, подняли. Только даже по данным Общероссийского народного фронта средний учитель выдает в неделю 28 уроков, а по социологическим данным, даже если выдает 21, рабочая неделя должна приближаться к 50, а учителя литературы к 60 часам. Я напомню, что кроме того, чтобы преподавать в школе, учитель должен проверять работы, общаться с детьми и вести огромное количество другой работы, чтобы быть просто эрудированным, талантливым человеком. Вообще самое трудное в работе учителя, как учитель, когда-то я это могу подтвердить, это не дать урок, это подготовиться к уроку. И Василий Сухомлинский не зря говорил, чтобы дать ученику искорку знаний, учитель должен впитать море света. Вот про это все забыли в мертвую, да? И женщины постбальзаковского возраста тащат по 30 с лишним, а иногда, как мне говорили, в селе по 40 часов преподавать просто некому. И говорят, что им повысили заработную плату. А какое будет качество образования? И, кстати... Вот это бездельники, о которых говорят те, кто считает, что бедными бывают только бездельники. Олег Николаевич, извините, у нас звонок, там Александр, да, по-моему, на телефоне, если я не ошибаюсь. Давайте попробуем послушать. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, если охарактеризовать социальную справедливость, можно охарактеризовать его пословицей. Социальная справедливость это когда волки сыты и овцы целы. А переводя на обувательский язык, когда и капиталист, так называемый, может себе позволить все, что пожелает, и работник его. Вот это социальная справедливость. И второй момент. Нас вот с 90-х годов просто разучивали работать. Нам не давали. И мы сейчас одно из ведущих мест занимаем по выходным дням. У нас рабочих дней становится все меньше и меньше. Александр, спасибо. Извините, у нас очень мало времени осталось в эфире. Олег Николаевич, мы действительно не работаем и бездельничаем? Короткий комментарий. Нам говорят, что мы живем не хуже, чем работаем. Неправда. У нас производительность труда раза в два с половиной ниже, чем во Франции. А минимальная зарплата еще до падения курса рубля была ниже практически в девять раз. То есть мы все-таки живем значительно хуже, чем работаем. Работать надо лучше, но проблема не только в том, как работаем, а и в том, как распределяется общественное богатство. А я все-таки позволю себе в заключение несколько ключевых тезисов, марксистских тезисов о социальной справедливости. Первое. Большая часть прибыли, которую получают миллионеры, если она идет на личное потребление, это эксплуатация. Если она идет на накопление, но это накопление дает доход и рост капитала частнику, это эксплуатация. И если хозяевами университета будут преподаватели и студенты, если хозяевами больницы и клиники будут врачи и пациенты, если хозяевами предприятия будут работники, а я напомню, такие коллективные предприятия есть по всему миру, если будет серьез развит общественный сектор, государство будет находиться под контролем у граждан, тогда будет обеспечено стимулирование талантливого творческого труда, но не будет эксплуатации, не будет социальной несправедливости. Это марксизм. Что касается того, что волки должны быть сыты и овцы целы, это бывает только тогда, когда есть человек, который может приручить волков и который может из баранов сделать людей. Иначе будут бараны и будут волки, которые их будут резать. То есть будет дикий капитализм. Кстати, в России капитализм именно дикий, когда даже делиться не хотят собственники капитала, и об этом, о природе российского мутантного капитализма, который вырос из противоречия СССР, но не то, чтобы их не разрешил и увел в еще худшую сторону, мы тоже будем говорить постоянно. А в следующей передаче мы специально вернемся к теме, которую обозначили в самом начале нашего эфира, в самой первой программе я говорил о том, что мы обязательно продолжим и расскажем о проблемах свободы, о проблемах денег, которые господствуют над человеком, о проблеме капитала. Мы сегодня ее невольно тоже затронули. И, безусловно, я думаю, ближе к 7 ноября будем говорить о том, что такое революция, что такое реформы, и кто их делает. А сейчас все-таки о том, как заставить делиться. Мы этот вопрос поставили перед радиослушателями. Я думаю, что если у нас не будет солидарности, если мы не сможем совместно действовать, то делиться те, кто стрижет нашу шерсть иногда вместе со шкурой, иногда вместе с мясом, они этого делать не будут. Между прочим, я приводил в пример и Олег Николаевич страны Западной Европы, Скандинавии, где действительно долларовые миллионеры платят 55-процентный доход, извините, налог. В Англии платят 40 с лишним процентов. И, кстати, наши миллионеры и миллиардеры, даже в Штатах более 35-процентный и даже наши миллиардеры или миллионеры, когда уезжают в Англию, они просят, чтобы им разрешили платить 40-процентный налог, ибо они хотят стать гражданами той же Великобритании или любой другой страны. Так что вопрос не в менталитете, вопрос в том, что мы пока не можем, но должны заставить их хотя бы делиться, как минимум. Ничего страшного даже для капиталистов не будет, если они вместо 20-ти или 200-метровой яхты будут плавать на обычных кораблях, а лучше, как учителя. Они ведь талантливы. Вот и учителя талантливы. Вот давайте жить. Вы, менеджер, будете жить, как талантливый учитель. Вы талантливый менеджер и учитель талантливый. Вы оба талантливы. И будете жить примерно одинаково в меру своего таланта. А поговорка о том, что только бедный, только ленивый бывает бедным, извините, это пропаганда, причем пропаганда дурная и жестокая, несправедливая по отношению к тем, кто делает наш мир по-настоящему красивым, к тем, кто, к сожалению, в нашей стране живет бедным. Это передача «Маркс жив». Он действительно жив, потому что мы говорим о самом главном, о справедливости, о свободе, о революции. Елена нам помогает включать и выключать и машет рукой на неправильного, кричащего, не вовремя, Бузгалена. Директора Института Социоэкономики Московской Финансово-юридической Академии. Да, совершенно верно. Александр Владимирович, давайте уже будем сразу... Совсем серьезными и совсем солидными. Ну и Олег Николаевич Смолин, профессор, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию у нас сегодня здесь в студии.